друзья всем привет вы смотрите канал sky hd и мы сегодня забрались на эту замечательную крышу чтобы поговорить про такую вещь как объективы дам естественно мы немножко сделаем фоточек но хотелось бы обратить ваше внимание на то что такое объективы для каких целей они существуют как правильно ими пользоваться поехали разбираться и так хотелось бы обратить ваше внимание на то что камеру когда мы покупаем она идет с базовым так называемым китовым объективом выглядит это довольно печально то есть это маленький такой объективчик пластмассовый он как правило не обладает особыми характеристиками но тем не менее на него можно делать отличные снимки мы как бы это уже проходили в этом убедились это зум объектив так называемый то есть он имеет возможность изменять свое фокусное расстояние принципиально объективы можно разделить на два класса это те которые умеют изменять фокусное расстояние а именно в этом измеряется объектив то есть насколько он сможет там приблизить или дать угол обзора и так называемые фиксы то есть это объективы которые не умеют изменять фокусное расстояние то есть вот это клочить классический зум объектив он умеет изменять свое фокусное расстояние от 18 до 55 миллиметров следующий объектив о котором я хотел бы поговорить это широкоугольный объектив то есть вот 14 миллиметровый объектив это фикс он не умеет изменять свое фокусное расстояние обладает довольно широким углом при этом как бы хорошо захватывает пространство немножко искривляя его по краю это надо как бы учитывать если вы загоняете в край кадра какие-то горизонтальные либо вертикальные части каких-то конструкций либо архитектуру какую-то то есть вы должны понимать что по краям у вас немножечко будет скажем так искажаться пространство и компоновать кадр надо соответствующим образом чтобы снизить вот эти искажения трансформации так сказать это широкоугольный объектив как я уже сказал бывают еще сверх широкоугольные объективы они обычно меньше там 12 миллиметров ну вот 8 миллиметров это яркий пример фиша и объектива такие объективы обычно устанавливаются на action камерах и иногда вы видели то такие фотографии там примеру там личный путь либо там какое-то море фотографируют когда вот совсем все пространство завернуто очень сильные искажения по краю скажем так это можно отнести к творческому некоторому роду объективов но лично мне такие объективы не нравятся я не люблю вот когда все такое ощущение вроде из аквариума смотришь на пространство то есть вот в принципе 14 миллиметров это ну максимум который вот мой глаз воспринимает возможно у вас будет как-то по-другому то есть вот мы уже получается разобрались у нас есть сверх широкоугольные объективы широкоугольные объективы бывают нормальные объективы что такое имеется ввиду нормальный объектив это 50 миллиметров фокусное расстояние объектива в этом случае объектив видит именно то что видит наш человеческий глаз практически без искажений то есть это нормальный объектив дальше идут портретные объективы фокусное расстояние приблизительно 85 миллиметров на этом фокусном расстоянии вот искажение минимальные и черты лица передаются абсолютно правильно то есть вот на таких фокусных расстояниях рекомендуется снимать портреты после этого идут длиннофокусные объективы которые в принципе там целая градуировка есть там длиннофокусные там теле объективы супер теле объективы ну как бы с одним из теле объектива мы с вами в прошлый раз столкнулись это было 500 миллиметров фокуса 3 м 5 объектив вы его видели видео где мы снимали закат в прошлый раз сегодня я хочу вам показать немножко другой теле объектив если в том объективе было фокусное расстояние 500 миллиметров и он обладал диафрагмой 8 постоянной то данная модель объектива обладает фокусным расстоянием 250 миллиметров и у нее диафрагма три с половиной 35 то есть это более светосильный так сказать объектив вот более быстрый на что следует обращать внимание при выборе объектива ну смотрите в первую очередь основными параметрами объектива все-таки являются фокусное расстояние и диафрагма дело в том что в зависимости от фокусного расстояния вы сможете захватить больше угол либо меньше угол ну вот для примера смотрите сейчас вот на камере которая пишет установлено фокусное расстояние 11 миллиметров то есть это самая широкая что может этот объектив я сейчас уменьшу угол обзора и увеличив фокусное расстояние смотрите что получается то есть вот сейчас двадцать семь с половиной миллиметров фокусное расстояние соответственно угол как бы прижался и вы видите вроде бы картинку были ближе да на что это влияет чем больше фокусное расстояние тем меньше глубина резкостью объектива это первое то есть мы уменьшаем глубину резкости мы приближаем объект в кадре благодаря тому что увеличиваем фокусное расстояние при этом при всем нам нужно более короткая выдержка до помните мы уже обсуждали видео уроки по выдержке как правильно снимать на каких фокусных расстояниях то есть увеличивая фокусное расстояние мы сталкиваемся с тем что нам нужна более короткая выдержка это раз мы получаем меньшую глубину резкости это два но если мы правильно построим кадр нам будет проще отделить главный объект от фона это три то есть вот сейчас я по идее немножко подойду фотоаппарат перефокусируется камера и по идее фон за мной должен быть уже немножко более размыт вот если я сейчас вот ничего не изменяя просто возьму не отходя поменяю фокусное расстояние на камере угол стал шире и по идее задний план должен быть больше в резкости ну то есть я не не готов сейчас сказать так это или нет мы посмотрим это на пост обработке этого видео но по идее этот закон должен работать в чем же разница на самом деле то есть этот объектив позволяет добиться большей глубины резкости и большего угла обзора но соответственно для того чтобы нам подойти и сфоткать какой-то объект крупным планом надо будет подойти совсем близко к нему этот объектив делает меньше гриб то есть меньше глубина резкости у него но мы можем с более большой дистанции с большего расстояния что-то сфотографировать крупным планом при этом у этого объектива возможно больше будет обираться это побочные эффекты от волновой физики скажем так у этого объектива будут побочные эффекты трансформации края то есть будет больше скажем так сломан сломаны края в кадре поэтому определиться какой именно объектив нужен вам наверное надо начинать все таки с китового объектива то есть вот этого кита который я вам показывал первым сегодня именно с этого объектива надо начинать разбираться и пытаться понять что вам необходимо наверное сейчас будет очень страшная картинка потому что мы снимаем против солнца я немножко перекомпоную кадр скажем вот так вот немножечко уменьшим угол обзора увеличиваем фокусное расстояние и теперь я нормально буду виден и так с чего необходимо начать в подборе объектива который вам будет служить верой и правдой ну для начала необходимо практика вы должны понять что вам больше нравится то есть если вам нужны пейзажи естественно вам нужен широкий угол обзора для того чтобы захватить как можно больше то есть пейзажи архитектура возможно съемка в помещениях это все требует широкого угла почему потому что для того чтобы получить такой же угол обзора на более длинном фокусе вам необходимо будет дальше отойти вот сейчас я сделаю два кадра вот сейчас я сделаю два кадра первый кадр я сделаю на 18 миллиметрах вот солнышко наша теперь я увеличиваю фокусное расстояние до 55 миллиметров делают точно такой же кадр на 55 миллиметрах вот у меня получается совершенно как бы другая картинка я приложу обязательно эти два снимка широкий угол вам нужен будет в том случае если вы захотите снимать пейзажи как я уже сказал всевозможную архитектуру и прочее если вы захотите фотографировать людей портреты скажем так делать правильные снимки вот таких объектов вам необходимо будет фокусное расстояние приблизительно 85 100 миллиметров если вы захотите снимать к примеру там заняться фото охотой поснимать птиц либо там поохотиться за животными возможно какой-то те же рассветы закаты то есть здесь потребуется телеобъектив и к сожалению универсального объектива не существует зум объективы очень хороши да действительно один объектив решает много задач например мой любимый объектив объектив это 28 135 великолепный объектив он захватывает и скажем так широкий диапазон немножко и в то же время позволяет снимать как бы на длинном фокусе 135 миллиметров в принципе если хорошая камера с большим количеством мегапикселей то потом есть возможность у вас кадрировать в принципе выйти на тот кусочек который вам нужен но подсказать конкретно что нужно будет вам я не могу поскольку я не знаю чем вы будете заниматься с вашей камерой то есть какие цели вы будете преследовать и что вы будете снимать кто-то берет принципиально фиксы например там широкий угол нормальный какой-то нормально это считается полтинничек это как бы такой объектив считается что должен быть у всех и какой нибудь там длиннофокусный там под портретики под какие-то такие другие задачи под фото охоту но приходится чуть поближе подойти если это фикс и значит необходимо их постоянно менять потому что вы не можете быстро взять и изменить фокусное расстояние но в то же время фиксы позволяют добиться намного более качественной картинки более резкой картинки это тоже очень важно потому что в принципе мы все хотим получать резкие фотографии что касается зум объективов чем больше будет вот разброс минимального и максимального зумирования тем хуже ваш объектив будет снимать то есть например вот объектив там ну не знаю 17 40 примеру какой-нибудь будет снимать намного лучше чем 18 200 то есть вот этот вот разброс в цифрах он должен быть минимальный поэтому вот подбирайте если вы берете решили брать зум объектив подбирайте его таким образом чтобы вот этот разброс был вот чем меньше тем лучше естественно как бы от качества объектива будет зависеть его цена чем более хороший объектив чем он более светосильный то есть чем больше можно открыть диафрагму на нем тем дороже будет эта оптика и я вам скажу как бы открою такой один секрет что в принципе камера это по сути так называемая у фотографов тушка то есть это сменный материал который вы сегодня пощелкали завтра вышла новая модель которая умеет там карта ну не знаю обладает какими-то чуть другими свойствами там чуть больше там матрица у нее в мегапикселях либо обладая чуть больше динамическим диапазоном и вы ее поменяли а вот хорошие объективы они будут с вами идти вот от камеры в камере и как правило от хороших объективов люди редко избавляются потому что ну как бы стекло это стекло это вещь а тушка это тушка сегодня вот снимаю на 350 до завтра на 500 до послезавтра там возьму 1100 до или 5 до и не принципиально как бы что хотелось бы сказать от качества объектива очень сильно зависит то что вы будете получать поэтому если вы хотите вложиться вкладывайтесь не в камеру вкладывайтесь в оптику которая будет вас преследовать ну всю жизнь надеюсь то есть хорошая классная оптика с вами будет надолго что хотелось бы отдельно сказать про объективы еще во первых они бывают с автоматическим и мануальным фокусом например китовый объектив 1855 это самый настоящий автофокусный объектив то есть вы включили автофокус повернули камеру раз навелись раз навелись раз навелись он сам наводится если вы берете к примеру вот такой вот фикс соответственно это не автофокусный это мануальный объектив здесь уже фокусировка происходит путем вращения кольца и вам необходимо самому ловить фокус это немножко усложняет работу фотографа и если вы хотите делать быстрые снимки скажем так то есть какие-то выхватывать моменты не всегда удобно работать с мануальным фокусом довольно часто автофокус помогает вам ну больше лучше удобнее поэтому об этом следует задумываться да эти объективы с мануальным фокусом иногда бывает немножко дешевле чем автофокусные но поверьте автофокус это классная штука это действительно классная штука вы порой не мучаетесь а просто нажимаете на кнопочку и получаете хорошие кадры помимо всего прочего в объективах бывает такое понятие как стабилизация если у вас есть возможность купить объектив со стабилизацией обязательно берите объектив со стабилизацией к сожалению на ручном фокусе у вас не будет скорее всего на многих объективах подтверждения фокусировки это немножко неудобно потому что то что написано вот здесь вот бесконечность она не является правдой то есть у каждой камеры есть небольшой допуск колокольчик на стабилизаций к вот опять таки я сейчас сопоставил значение бесконечность на объективе но тем не менее мне фотоаппарат не подтверждает то что у меня установлена бесконечность то есть вернее то что я нашел фокус закрывая диафрагму вы увеличиваете глубину резкости соответственно больше шансов что вы сделаете хороший четкий красивый снимок поэтому в выборе объектива естественно основными параметрами является фокусное расстояние и непосредственно диафрагма но естественно накупить кучу дорогущих объективов мало кто может себе позволить поэтому каждый человек при выборе объектива старается естественно найти какой-то компромисс объектив это всего лишь инструмент который собирает свет формирует рисунок на матрице нашего фотоаппарата все остальное делает уже камера но именно от объектива зависит то какую качестве какое качество картинки вы получите то есть насколько хорошая картинка будет или насколько она будет ужасно и так друзья подводя итоги объективы бывают с фиксированным фокусным расстоянием и зумы лучше фиксы практичнее зумы поэтому большинство профессионалов очень много используют именно зумы в своей работе и лишь портретники там где необходимо действительно передать хорошую красивую картинку люди используют фиксы зумы лучше те у которых меньше разброс вы все-таки хотите получать качественную картинку если смотрите эти видео поэтому чем меньше будет разброс тем лучше вот но бескрайности то есть все-таки зум должен быть удобен именно вам поэтому подберите именно те фокусное расстояние которые будут удобны вам для начала очень хорошая связка была бы объектив китовы 1855 который идет в базе с вашей камерой и объектив 55 250 это для canon или 55 200 есть для nikon такие объективы я вот недавно узнал об этом то есть в принципе это телеобъектив который вам позволит немножечко как бы приблизиться к тому что далеко в дальнейшем я думаю что когда вы попользуетесь теми другим с полгодика вы поймете конкретно вам что необходимо вот если есть стабилизация на объективе обязательно берите объектив со стабилизацией это очень классная вещь она реально помогает то есть вы можете на один стоп абсолютно спокойно как бы уменьшать выдержку диафрагму и со то есть это иногда выручает ситуацию скажем так что еще хотелось бы сказать ну конечно лучше автофокусные объективы но если скажем вот этот объектив стоит как бы одних денег от такого же плана автофокусный объектив стоит в пять раз дороже то тут надо прикинуть свой бюджет и необходимость как бы в автофокусном объективе да это нечто и небо вот смотрите сейчас закончился золотой час то о чем мы говорили в прошлый раз то есть вот в этот момент лучи прекращают солнечные освещать прямыми прямое попадание прекращается сейчас начинается так называемый голубой час в этот момент земля и небо приблизительно равномерно подсвечены у вас уже не будет резкого перепада и вот сейчас можно сделать очень классный кадр на широкий объектив что мы с вами и сделаем немножечко переместимся сделаем еще один интересный кадр смотрите какие замечательные дома и какое замечательное над ними небо да 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 ну что друзья я надеюсь я немножечко помог вам разобраться что такое объективы какие они бывают и как ими пользоваться а перед покупкой объектива трижды подумайте если есть возможность попробуйте у кого-то взять из друзей потестировать есть масса очень интересных сайтов на которых есть сумасшедшие просто обзоры с фотографиями и как бы без обработки то есть вот живые такие кадры как вы получаете именно с камеры есть очень хорошие сайты которые позволяют вам увидеть вам увидеть этот объектив не на топовых моделях камер а вот так как мы снимаем на какую-нибудь там более-менее простецкую камеру там да 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 у меня на этом все самое главное подписываемся давим пальцы вверх задаем наши вопросы в комментариях и ждем 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 нет не так долго ждем новое видео спасибо